О главных новостях краевой столицы и региона прямо сейчас в программе День с толком. В студии Мария Мацаева. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Больше часа в напряжении. Сегодня экстренно эвакуировали посетителей сразу двух торговых центров Барнаула. Больше тысячи ДТП на дорогах края с начала года, что намерены делать ответственные для снижения числа аварий. Реки станут глубже. Край закупил новую спецтехнику. Когда приступят к работам? Сегодня экстренно эвакуировали посетителей сразу двух торговых центров Барнаула. Причина – сообщение о минировании. Сотрудники и посетители учреждений в напряжении провели больше часа. Все это время правоохранители обследовали здание и прилегающую к ним территорию. Наша съемочная группа выехала на место происшествия и узнала подробности. Торговый центр «Пионера Цеплинг». Люди замерли в ожидании. Спецслужбы города проверяют сообщения о взрывном устройстве. В параде объявили, что нужно эвакуироваться, поэтому мы все вышли. А причину назвали или просто порекомендовали? Сказали, что нашли пакет со взрывов, со сурчаткой. Вообще это не первый случай? Да, это не первый. Я здесь работаю уже где-то 5-6 лет, но второй раз за это время. Какой-то испуг был? Не сильно. Нет. Я и нет. В связи объявили, что обнаружили устройство в сумке. Была срочная эвакуация. Как эвакуация проходила? Была ли давка? Какая-то суматоха? Нет. Все было очень спокойно. Люди прям спокойненько выходили. Все хорошо было. Пустро, пучно. По данным правоохранительных органов, сегодня днем, примерно в половине первого, в отдел аренды торгового центра поступил звонок о том, что на парковке ТРЦ находится взрывное устройство. Началась экстренная эвакуация посетителей, сотрудников. К центру оперативно стянулись спасатели, кинологи, медики и полицейские. Силовые структуры больше часа обследовали здания, проверяли поступившую информацию. Угроза не подтвердилась. Оцепление сняли. Людям дали зеленый свет. Разрешили вернуться в торговый центр и забрать то, что пришлось в экстренном порядке оставить. Товар там. Оставим. Все, все. Бросайте и утрекайте. Как нам сообщили позже, звонок о взрывном устройстве поступил с телефонного робота. Чьих рук телефонная выходка сейчас устанавливают правоохранители. А между тем, подобное сообщение сегодня пришло и в торговый центр «Галактика». Посетителям пришлось прервать шоппинг, а сотрудникам оставить рабочие места. Вот нас эвакуировали. Вот людей. Тут это ТРЦ «Галакси». Тут пожарные. Там зашли собаки. Тут полицейские. Как нам сообщили правоохранители, опасность не подтвердилась и в «Галактике». Люди после часов напряжения вернулись в торговый центр и продолжили покупки. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Число ДТП в этом году приблизилось к уровню прошлого. Рекордного и даже аномального в этом смысле 22-го года. За 7 месяцев 23-го в регионе произошли 1159 аварий. Правда, сотрудники ГИБДД отмечают, есть тенденция к снижению. И все-таки статистику нельзя назвать благостной. Люди на дорогах региона продолжают гибнуть. Почему и что делается, чтобы ситуация менялась к лучшему? На вопросы журналистов отвечали руководитель краевой автоинспекции и министр транспорта. Немного цифр. Аварий меньше не стало. Но статистика немного изменилась в лучшую сторону. К примеру, число погибших по сравнению с прошлым годом снизилось на 22%. Раненых на 2%. Меньше стало и ДТП, совершаемых пьяными водителями. Почти на 27%. Прошлый год действительно был аномальный. Почему? Потому что резко увеличился трафик. Вы помните, мы не раз разговаривали, что по замерам на основных участках федеральных автомобильных дорог, региональных автомобильных дорог, трафик рос до 20%. В текущем году мы не видим снижения трафика по сравнению с прошлым годом. При том, что дороги становятся качественнее, скорость авто остается высокой. И это одна из главных причин ДТП. В этом году растет число аварий с летальным исходом, который тяжело спрогнозировать. К примеру, сбивают пешехода, который ночью идет за чертой населенного пункта. Или автомобиль, разгоняясь по щебенке, опрокидывается. Много и таких, когда в ночное время уставший водитель не справляется с управлением. Часто за мотоцикл садятся дети. И это тоже порой заканчивается травмой или гибелью. В Бийске и Барнауле растет число ДТП с самокатами. 32 дорожно-транспортных происшествия. В прошлом году было зарегистрировано 15. Погибших в этом году нет. В прошлом году у нас была девушка на электросамокате, которая допустила опрокидывание. Впоследствии в лечебном учреждении скончалась. И раненых, получивших телесные повреждения, в этом году 26. В прошлом году было 13 человек. В этом году к административной ответственности привлекли 551 человека. В прошлом просто не было возможности нарушителей на самокатах наказывать. А что касается общей аварийности, то с ней продолжают бороться. В том числе и с помощью камер видеофиксации нарушений. Их, к слову, станет еще больше. У нас порядка 147 сейчас комплексов, 3 мобильных комплексов. В текущем году губернатором Алтайского края Виктором Петровичем Томенко принято особое решение в части федеральных автомобильных дорог. Выделено дополнительно 150 миллионов рублей на комплексы фото-видеофиксации, которые будут установлены на федеральных автомобильных дорогах. Это как следствие 2022 года, когда у нас просто зашкаливала аварийность. Продолжается ремонт дорог. Хотя в 2024 году федеральная программа о безопасных и качественных подойдет к концу, к старту и другая ремонт опорной сети. Это та сеть дорог, которая соединяет наш край с другими регионами и государствами. Попадут туда и региональные участки дорог с самым высоким трафиком движения. Требует повышенного внимания ремонта дороги Мартынова-Тогул-Залесова, граница Бурлы с Новосибирской областью. Мы видели с вами практику прошлых лет это направление Барнаул-Камень на Биславгород. Большой туристический маршрут, соответственно, особое внимание. Мы уже дошли до камня, зашли за камень, потихоньку, поэтапно идем в том направлении. И при проектировании капитальных ремонтов и ремонтов, естественно, мерам безопасности уделяется особое внимание. Ради безопасности в аварийных местах делают и шумовые полосы, проводят освещение по 30-40 км в год. А еще министр и начальник ГИБДД сегодня рассказали, что ждут, когда на федеральных трассах разрешат возводить дорожные неровности ради снижения скорости. Помочь снизить аварийность, по их мнению, сможет и контроль средней скорости передвижения, к которому в России планируют вернуться. Законопроект уже внесен в Госдуму. В Алтайском крае будут углублять реки. Для этого приобрели дно углубительное судно стоимостью больше миллиарда рублей. Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко в своем телеграм-канале. Спецтехника позволит увеличить пропускную способность речных маршрутов, а значит, появится больше возможностей для отправки грузов по воде. В прошлом году в регионе был поставлен рекорд. Впервые за 20 лет речным транспортом на Алтае перевезли миллион 184 тысячи тонн грузов. По вместимости это 59 тысяч грузовых автомобилей. В крае планируют и дальше развивать речное судоходство. Но пока навигацию во многом ограничивают узкие места на востребованных маршрутах и недостаточная глубина. Эту проблему и будут решать с помощью дно углубительного судна, которое приобрели на федеральные средства. Судно построили в Нижегородской области. Известно, что его уже спустили на воду. И примерно в конце сентября спецтехнику будут встречать в Алтайском крае. И к другим темам. Виктор Томенко поручил разработать уникальный селекционный комбайн для помощи в создании новых отечественных семян. Накануне губернатору показали алтайские сорта пшеницы и сои, которые востребованы в России и других странах. Подробнее об этом в материале Ирины Корчагиной. Лидер 80. Главное принципиальное отличие, помимо урожайности, комплексная устойчивость к болезням. Когда речь заходит о пшенице, Николая Коробейникова сложно остановить. И это лишь одна из культур, которыми гордятся в Алтайском центре агробиотехнологий. Научная работа здесь развернута по многим видам. Овес, ячмень, горох, рапс. Уникальные сорта выводят специально под климат Алтайского края. Алтайский край – это выраженная зональность. С одной стороны, это колундинская зона, где редко урожай, очень жесткие условия. Поэтому необходимые сорта засухоустойчивые, малотребовательные к влаге. С другой стороны, противоположно, берем виско-чемышевые, восточные районы Алтайского края, где осадков в два раза практически больше, чем в Колунге. Там необходим другой тип сортов. Большие надежды здесь возлагают на сорта сои «Альфа». Их создали при поддержке краевого гранта суммой в 2,5 миллиона рублей. Виктор Петрович, одна из культур таких стратегически важных для питания человека и кормления – это соя. Соя – теплолюбивая культура. А вы знаете, у нас заморозки на территории Алтайского края бывают в конце мая, а это весенние, а осенние уже в начале сентября. Поэтому очень важно вот этот срок вегетации соблюдать. Вот Алтом как раз прекрасно вписался. По словам экспертов центра, алтайские семена ценятся не только в других регионах, но и в Монголии, в Казахстане. Мы понимаем всю важность этой работы. Она в основе, думаю, мы сегодня господдержку хорошую, большую представляем вообще отрасли сельского хозяйства. И мне кажется, что если здесь у нас будет достаточно усилий, финансирование приложено, то и дальше по всей цепочке будут у нас успехи. Основная проблема, которую мы видим, конечно, это специализированная селекционно-семеноводческая техника. К сожалению, на территории Российской Федерации нет ни одного завода, который бы занимался производством этой техники. Целенаправленно. Целенаправленно, да. Поэтому вот если у нас будет такая возможность именно проработать и по селекционному комбайну, даже не в приобретении, а в том, что какая-то организация машиностроения начала бы разрабатывать и производить его. Этот комбайн поможет селекционерам в разработке уникальных отечественных семян. Виктор Томенко дал поручение Министерствам сельского хозяйства края и промышленности обсудить этот вопрос с местными сельхозмашиностроителями. Несколько десятков миллионов, может быть, потребуется на эти цели, но это та вещь, которая возвращается в конечном итоге нам сотнями миллионов, а может быть и миллиардами рублей эффекта. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком. В предстоящее воскресенье свой праздник отметят настоящие труженики, созидатели и представители одной из самых мирных профессий – строители. Их чествование в крае началось уже сегодня. К памятному знаку, посвященному алтайским строителям, власти города и ветераны отрасли возложили цветы. Ветераны сферы напомнили собравшимся об истории градостроительства Барнаула и о том, что проспект строителей когда-то назывался улицей Новой, но именно в честь работников отрасли был переименован. Чем знаменательен этот знак? Обратите внимание, надпись идет «Строителям, проектировщикам, изыскателям и работникам строительных материалов». Строительно-монтажной работы без проекта, без строительных материалов не может начинаться. Проект без изыскателей тоже не может появиться на свет. Поэтому как бы сочетание, вот это вот сплетение, оно как раз отражено на этом щите. Это уникальность. Мемориал, который установили в Барнауле в прошлом году, выполнен из гранита на Колыванском камнерезном заводе. Это небольшая стела в темных и светло-серых тонах, высотой порядка четырех метров, с надписью «Памятный знак» в честь строителей Алтайского края. Сегодня непростые времена. Бывало и хуже. Если вы помните, как собирались строители, строили одну школу, делили в ней объемы. Сегодня это изменилось. За пять лет построено 10 детских садов, 5 школ. Сегодня каждый час в городе Барнауле появляется новая квартира. И к другим темам. Школу в селе Ракеты Михайловского района необходимо сдать в срок до 1 сентября. О важности этого властям и подрядчику напомнил губернатор края Виктор Томенко, который проверил, как продвигается строительство объекта. Ведь федеральные деньги на дальнейшие проекты охотно выделяют, когда работы выполняются в срок. Губернатор побывал и в новой амбулатории, подчеркнув, что все районы края должны стремиться к достижению алтайского сельского стандарта. Контракт подразумевает, что закончится 25 августа. Я слышал, что какие-то сбои по поставке материала. Сбои были, но ремонт школы в Ракетах идет по плану, рассказали глава Михайловского района Евгений Юрьев и подрядчик. К работам приступили еще в марте. На обновление здания, где капитального ремонта не было 53 года, а также на оснащение его оборудованием запланировано 100 миллионов рублей. Губернатор напомнил подрядчику и руководителям района, насколько важно завершить стройку в срок и ввести школу в эксплуатацию. Помощь какая-то нужна от кого-то? От местных властей, от министерства, может быть? Мы общаемся, у нас плотно работают. Транспортники, может быть, вот там, где доставка идет, надо, чтобы ребятишки пошли и вся страна смотрит. Мы же забрали больше всех объектов. Мы в прошлом году забрали 43, и еще 17 добавилось в этом году. В том 33 сдали, 10 штук было с двухлетним циклом. И 17 этих, то есть 27 у нас школ должно к 1 сентября этого года войти обновленных. Тогда 33, сейчас 27, но это уже заметные вещи с таким вот объемом. Виктор Томенко подчеркнул важность сдачи школы в срок еще и потому, что федеральное финансирование на новые проекты охотно дают лишь в том случае, если работы завершают в срок, иначе деньги могут достаться другим регионам. Максимум 5 месяцев это уже под ключ сдачи и заход пациентов в наше учреждение. А это уже новая амбулатория, которую открыли в «Ракетах» в марте. Строили по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Потратили 40 миллионов рублей. Она занимает 365 квадратов и обслуживает 2000 человек. Здесь работают терапевты, два фельдшера, приезжают узкие специалисты. Много линия? Есть с чем сравнить? Конечно. Да, по-другому стало все. Мы сейчас вообще как в городе живем. Люди приходят как довольны? Приходят довольны, довольны. Люди много у нас бывает. Обращаются, да? Да, да. В первое время вообще здесь было, они приходили чисто посмотреть. Губернатор пообщался и с персоналом амбулатории, и с пациентами. Напомнил, что сейчас в районах края стремятся к внедрению сельского стандарта. Понятие включает в себя строительство школ, детских садов, домов, культуры, стадионов. Ракеты Михайловского района – хороший пример в этом смысле. Ваш пример очень такой позитивный, поэтому я Евгений Александровича тут тоже всем привожу в пример, и надо в этом духе продолжать. Ну, это село, это далеко, вообще-то говоря, от этих краевых центров и так далее, больших, крупных. Но люди же живут, их надо, надо, чтобы медицина была. Виктор Томенко еще раз напомнил главе района, что обновленную школу важно открыть к первому сентября и просил дополнительно проконтролировать работу подрядчика при необходимости оказать ему помощь. Татьяна Голубева, день с толком. Четыре артиста Алтайских театров получили премию имени Валерия Золотухина. Ее размер – 50 тысяч рублей. Губернаторской премии удосужены. Ксения Ильина из Алтайского музыкального театра, Ольга Жучкова из Молодежного театра Алтая, Екатерина Палина из Краевого театра драмы и Кирилл Груздев из театра «Кукол сказка». Кроме этого, престижной премией удостоили студенты Алтайского института культуры – Николай Бобровский, Михаил Волков и Иван Микитенко. Им выплатят по 15 тысяч рублей. Напомним, премию имени Валерия Золотухина учредили в 2014 году в память о народном артисте и нашем земляке. В Алтайском крае это одна из форм государственной поддержки молодых актеров, режиссеров и сценаристов. Красота природы и жизни, которой нет предела. Увидеть ее можно на полотнах алтайского художника Алексея Гикола. В Барнауле проходит его выставка под названием «Небеса в себе». Смотрим. Получи меня, Боже, любить всем умом своим, всем совершенством, чтобы душу тебе посвятить. Вечный поиск любви и совершенства, попытка соединить реальное с духовным – таков творческий путь алтайского художника Алексея Гикола. Живет и творит он в Шипуновском районе. В единении с алтайской природой и создаются пейзажи, простором которых нет предела. И красочные натюрморты, залитые солнечным светом. Миссия, рассказывает автор, не скопировать натуру, а запечатлеть состояние души в момент любования прекрасным. Медовый спас, полевые подсолнухи, образ Христа. На этих полотнах торжество жизни и света, рассказывает автор. Вы знаете, все, что дает природа, это все от Бога. Вот это, наверное, то, что я хотел отразить. Алексей Григорьевич окончил Московский университет искусств. Работал оформителем. Брал уроки у известного алтайского художника Виктора Затеева. Сейчас работает в свободном стиле. За спиной множество персональных выставок по всей Сибири. Но именно эта выставка «Небеса в себе» стала знаковой. Организаторы долго раздумывали над названием, которое могло бы объединить все творчество художника. Отсылку сделали к цитате английского писателя Томаса Харди. Смысл веры не в том, чтобы поселиться на небесах, а в том, чтобы поселить небеса в себе. Каждый человек должен постараться поселить небеса в себе и носить их сокровенно, радостно, с любовью, как и положено, высокому званию человек. Как показывает сама экспозиция, мне кажется, мы не прогадали. Его работы очень хорошо, душевно положились в камерном пространстве галереи. Небеса в себе, я думаю, это проще, если сказать. Это, скорее всего, духовный покой. Духовный покой. Как его обрести? Ну, я не знаю. Мне, наверное, творчество помогает. На поиски духовного покоя приглашают и всех желающих. Экспозиция расположилась в галерее Турина гора. Посмотреть ее можно до 7 сентября. Мария Мацайва, Андрей Печоркин. День с толком. 12 августа в парке спорта Алексея Смертина жители Алтайского края установят спортивный рекорд по самому массовому выполнению упражнений из-за нормативов ГТО в России. Условия предельно простые. Нужно, чтобы в парк пришло больше 2,5 тысяч человек. И они одновременно выполнили 10 отжиманий от пола. Организаторы отмечают, выполнение рекорда состоится при любой погоде. Чтобы зафиксировать самую массовую сдачу комплекса «Готов к труду и обороне», в Барнауле специально приедет главный редактор книги рекордов России Станислав Коненко. Справится с отжиманиями по силу и взрослым, и детям. Ограничений по возрасту нет. Всех желающих вписать свое имя в спортивную историю Алтайского края и получить именной сертификат рекордсмена ждут в парке спорта Алексея Смертина 12 августа в 10 часов утра. Но перед этим нужно обязательно зарегистрироваться. Ссылку для регистрации вы можете найти в наших социальных сетях и на сайте телеканала. А на этом у меня все новости уходящего четверга. Напоминаю, для ваших предложений телефон нашей редакции 205 545. А через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok